Приветствую зрители и подписчиков моего канала, это канал Alexanplay. Мы продолжаем играть мод Кейзер Дукс, Кейзер Экспэншн за Речь Посполитую. Всё как обычно. И в прошлой серии у нас началась война на Восточном фронте против социалистов. Здесь мы воюем, пытаемся как-то потихоньку наступать на Советский Союз. Так, в принципе, я не знаю, можно обучить дивизии ещё, нам не хватает, в принципе. Мне кажется, ещё одной армии. Давай двадцать четвёрочку сделаем. Но пока будем обороняться, потому что всё-таки я не могу сейчас пойти резко в наступление. У нас тут проблемы со снабжением почему-то. Хотя я не понимаю, откуда они берутся, если у нас тут все хабы есть. Но почему-то снабжения не хватает. Почему не хватает, мне непонятно. Давай попробуем его улучшить, я не знаю. Может так будет хотя бы получше чуть-чуть. Потому что реально какие-то катастрофы. Здесь-то нормально в Беларуси, вроде как. Но дальше вот какие-то сложности всё равно есть. Но мы пытаемся тут Ямбург брать. Может быть получше, хотя видишь, не. Побраняемся пока, хорошо. Не, выбили всё-таки из Ямбурга. Ну, что поделаешь. Так, хорошо, но можно попробовать. Нафиг мы попробуем. Попробовать Минск взять. Но скорее всего это не выйдет, да. Тут пробиться мы не можем абсолютно. Так что ничего не поделаешь. Ну хотя бы сюда, может быть. Нет, тут очень много дивизий у них. Почему-то они очень сильные. Атаковать мы особо не можем. Так, а вот, допустим, взять вот эту вот. Бердичев. Взять было бы хорошо, если мы его возьмём. Да, отлично. Взяли. Теперь главное удержать. Теперь главное удерживать. Блин, из Житомира нас пробивает. Тоже плохо. Ну не, вроде встали. Вроде стоим. Нормально. Так, ну мы хотя бы пробрались к Петрограду. Уже Петергоф взяли. Хотя бы есть какие-то подвижки. Неплохие тебе. На юге вот только вот мне не нравится, что снабжения нет нифига. Хрен его знает, как вообще действовать. Но, приходится всё это делать. Так. Ну, в принципе, что можно взять? Я не знаю даже. Ну, давай ударные отряды, допустим. Возьмём. Есть. Небольшие победы. У нас. Но они маленькие. Конечно. Так, ну давай попробуем лугу пробивать. Потихоньку все пробиваться. Пытаемся тут будем котлить. Брать в котёл Петроград. Обязательно. В другого варианта я не вижу. Как тут ещё побеждать? Побеждать! Давай Новгород попробуем взять, кстати. Тут пытаемся вот всё-таки Петроград брать. Тут надо немножко подержать, только будет в дивизии. У тебя Петроград мы и так пробиваем. Даже без сложности каких-то. Мы его и так взяли уже. Всё, потение Петрограда, это уже неплохо. Но хотя, всё равно потерь. То есть, это всё равно не капитуляция. Особо это не прибавило нам никаких. Не прибавило процентов капитуляции. Ну, ладно. Всё равно тоже, в принципе, хорошая победа. Ну и всё, мы тут просто уничтожаем. Тут ещё и финны атакуют. Так что вообще хорошо. Да, она здесь, конечно, начинает бить. Но, что поделать? Можно, в принципе, начать наступление просто. Вроде есть колбочки зелёные. Давай попробуем это сделать. Может, хоть чуть-чуть получится. Наступление устроить. Наконец-то Минск надо брать уже. Турацкий. Который мы не можем взять. До сих пор. И это очень печально. Но, рано или поздно мы его возьмём, я думаю. Сейчас ещё чуть-чуть атакуем и остановимся. Схема подготовки пилота фонтанта. Окей. Прерим. Возьмём. Так, ну, всё, наверное. Пока остановимся. Пока, думаю, хватит. Хотя к Москве бы пробиться тоже было бы хорошо. Взять их столицу. Ну, это вряд ли. Ладно, всё. Тогда давай остановим. Пока что атаку. Что-то как-то тут есть и проблемки. Так, у Германской империи. Мы можем, кстати, попросить регионы. Ммм, нет. К сожалению, регионы попросить не сможем. Рисуем вот так. Фронт. Да блин, я рисую уже. Приказ. Но атаковать так не надо. Всё. Вот так пока сделаем. Так, ну, мы взяли Москву. Ну, блин, Советский Союз, они вот так дохера корык, что у нас просто дальше уже ничего не получается. То есть его капитулировать ещё очень долго нам предстоит. Прям ужасно вообще, что у нас так нихера не получается. Капнуть его, поэтому я неизвестно, когда он капитулирует. Главное, сейчас в Беларуси попытаться, может быть, пробить. Блин, он начал прорываться тут на юге. Ладно, придётся остановиться опять. Потому что тут прорываются прям. Уже ко Львову, ну ё-моё. О, союзники вообще ни на что не способны. Просто союзники ничего не могут нам. Бронять, тут защищать. Вроде хабы берём, снабжение должно быть. Но снабжения ни хера нет. Просто. Кто? Чехия, ты охренела, что ли, сейчас нападать? Не надо, Чехия, пока нападать, пожалуйста. У нас так до хера хлопот. Всё равно жопа какая-то. Просто реально тяжело как-то тут воевать. Не, за Польшу это прям очень сложно играть, если честно. За такого. Польшу. Ну блин, тут Советский Союз очень сильный. Чё ты хочешь? Нет, тут очень трудно. Прямо вообще. Катастрофически трудно. Давай Львов хотя бы возьмём, освободим снова. Потому что, ну... Это очень плохо, что Львов был не наш. Так. Ну тут можно попробовать котелог сделать. Закатлить вот эти вот дивизии. В целом это может получиться. Да, отлично. Давай вот этих закрываем. В котле. Вот здесь вот тоже можно позакрыть. Попытаться. Не, не получается. Сделать котел, который я хочу. Ну ладно. Хотя... Хотя, может и получить. Вроде получился. Вроде получилось. Ну, закрываем его тогда. Так, сделали котел под Смоленском. В Смоленск взяли в счёт. Ну, практически хотелось сделали. Но только если вот такие вот котлы делать, тогда, может быть, что-то будет получаться. Потому что по-другому я не знаю, как ещё. Потому что как ещё, я не знаю. Только вот как-то вот так по котелке. Ну, слушай, нормально. Закрываем, по крайней мере. Так, ну здесь... Не, нас пробивают, конечно. Безусловно. Но терпимо. Пока терпимо. Сейчас фронт потихоньку-потихоньку. Фронт будет уменьшаться, я думаю. Хотя бы вот так вот чуть-чуть котлить. Котлить. В Советском Союзе так-то много людей уже потерял. Если говорить по факту. Если говорить по факту. Так, ну, всё у нас прокачалось. Доктрин, теперь мы можем прорыв взять. Для наших генералов. Так, тебе тоже, наверное, можно. И тебе тоже надо. А, тебе пока нельзя. Ладно, хорошо. Ну всё, ребят, котёл-то закрыт. Неплохо дивизии мы тут закатлили. Так, здесь вроде не так жёстко пробивают, кстати. Сейчас подумаем, где ещё сделать. Так, ну, в целом, нормально. Встали тут в обороне. Стоим тут, обороняемся. Я просто отвожу войска. Блин, ну вот опять сверлить начали, конечно. Когда вот не надо, всегда сверлить. Короче. Вот тут мы встали. Я немножко отвожу войска, когда тут немцы встают. Когда их войска встают. Я немножко отвожу, чтобы где-то просто, где мало дивизий, концентрировать наши войска и котлить. А тут очень хорошо. Итальянская унитарная республика уже капитулирует скоро в французскую коммуну. Тут они жёстко тут прорвались. И это уже хорошо. Это здорово. Хотя бы французской коммуны здесь не будут. У неё дивизии тут пропадут. И тогда будет вообще легко. Опа. Королевство Испании вступает в Антанту. Тоже замечательно. Это хорошо. Но здесь, короче, я пробился. Вот, допустим, Гомелю. Пытаемся тут дальше наступать. Но пока тяжеловато. Пока тяжеловато. Тут всё-таки река. И они сильно укрепились. Надо вот, наверное, перетаскивать немножко. Фронт опять. Опять. Так вот, Гомелю, допустим. Надо как-то, я не знаю, пробиваться. Но очень тяжко всё это выходит. Мы совсем уж чуть-чуть, по чуть-чуть. Только атакуем. И всё. Не более того. Хотя тут я оставил открытым очень фронт. Падение Парижа. Всё, французская коммуна капает. Так, что-то тут началось, не понял. Давай, ну, хотя, видишь, что-то наступление, походу, можем какое-то организовать. А, потому что Украина тут опять появилась. Ну, тогда да. Тогда надо сейчас срочно наступать резко. Капать Беларусь. Опа, это отлично, что коммунары капнули французские. Это нам очень и очень помогает. Сейчас. Давай тут реформы всё возьмём. Только надо откатить всё-таки, блин. Ладно, нет, не могу откатить. Пока откатить я не могу, ладно. Короче, сейчас очень выгодно котлить их. Просто будем сейчас котлить и уничтожать тут войска. И Минск возьмём, наконец-то. Таким способом. Неплохо тут поуничтожаем советские войска. В котлах. Очень неплохо. Так. Пробиваемся тут. К Борисову в целом. Борисову нормально. Сейчас Борисов возьмём. Всё, вот это в котле. Тут просто уничтожать надо. Сразу же резко просто брать и уничтожать. Хотя не Сиднея, это плохо, но нам сейчас не до этого. Абсолютно. Не до Сиднея. Так. Всё, тут просто вкотлим. Изничтожаем. Войска. Минск, я думаю, возьмём сейчас. Да, ребята, мы берём Минск. Наконец-то. Очень долго мы его взять не могли. Но он теперь наш. Ну, тут на Советский Союз тоже, в принципе, наступают все, так что хорошо всё. Киев на нас освободим. Так, давай вот всё-таки сюда. Хочу в котлы их брать. Ещё котёл устроить. Всё, Беларусь капитулирует. И тут все советские войска сейчас ещё попали. Многие. Так, по потерям. Но у нас, конечно, много потерь. Но уже получше ситуация. Главное, что французскую коммуну уже капнули. О, в Британию уже высаживаются немцы. Молодцы. Нам останется только, в принципе, Советский Союз. Уничтожить. И всё. И тогда будет всё замечательно вообще у нас. С вами. Да, потери, конечно, катастрофичные. Но... Что делать? Такова судьба. Наша речь посполитой. Опа, как хорошо, конечно, котлим мы их. Ссори там за крики. Но это дети на улице орут. Я ничего не могу сделать. Окно открыл, потому что очень жарко. Давай попробуем здесь овруч взять. Тоже закатлить. Блин, ну куда ты это? Да нет, куда? Сюда надо атаковать. Лошпед. Вот эти выходят. Так, надеюсь, это не слышно. Всё. Класс. Здесь тоже котёл мы ликвидируем. Очень хороший. Прекрасно. Так. Всё это надо закрывать срочно. Под жертоломером, чтобы они отсюда просто не вышли. Что-то могут выйти, ещё и будет катастрофа. Что мы не смогли закатлить такое огромное количество войск. Ну всё, немцы наступают там дальше на Советский Союз. Очень довольно-таки успешно. Ну, а мы тут котлим хотя бы. Хотя бы какой-то ворскор получаем. Хотя бы Беларусь под нашим контролем. Капнула под нашим контролем хотя бы. Так, тут надо... Вот так вот на юг идти. Котлить дальше. Я считаю, что это блестяще. Так, отлично наступаем тут дальше. Захватываем Винницу. Уже Киев освободили. Так, ну и наступаем дальше. Что-то пытаться всё-таки заготлить. Ещё тут под Таращи, под Белой Церковью. Хотя бы под Переиславлем. Где-то вот здесь. Попытаться. Реализовать котелок, но... Черкассы, ладно, берём всё вот это. Тут надо хабы просто улучшать. Со снабжением. И всё будет хорошо. Так, отлично. Может получиться. Уже к Черкассам мы вышли, по крайней мере. Это прям кайф. Под золотой нож и котёл будет. Да. Найс. Так, ну и здесь можно вот так вот выйти тоже попытаться. Под Днепру так вот окружить. Под Днепром. Так, вот норм будет, если мы это сделаем. Так, вот Херсон, вот это взять, всё. Но какой-то процент у нас будет. 18% есть. То есть что-то забрать мы сможем с вами. И всё так драматично, и всё потеряно. Единственное, конечно, что всё это обидно, что это красится в страны Респакта. Украину, тут Германию. Мы нифига тут проценты с вами, наверное, получить не сможем. Даже православие, что это мы своим войскам сделаем. Что мы котлеим всё это. Тоже же мы делаем. А не они. Давай тут надо вот так вот тоже. Всё закрывать. В Крыму. Крым брать. Тут вот так вот, Таганрог, Ростов, вот это всё брать. Обязательно. Блин, тут всё тут в котле, это плохо. Сюда надо подкидывать побольше войск. Прям до хера. Прям до хера. Так, Бурч-Сарай. Ну, хотя они выплыли. Они, смотри, свалили практически. Всё, их тут теперь меньше стало. Всё, Севастополь мы сейчас возьмём. Ты давай на Керчь иди. Захватывать будешь. Керчь обязательно. Так. Опа, вот так вот можем, смотри, ещё здесь. Котёл на Донбассе можно сделать. Очень неплохой так. Если получится, будет замечательно. Ой, какой хороший котёл тут может выйти. Ё-моё. Это же вообще кайф. Какой котёл сейчас мы сделаем с вами, ребят. Под Старобельском. Это же вообще имба. Посмотрите, сколько тут дивизиты. Мы закрываем. Тридцать. Тридцать дивизий мы закотлили. С вами, ребят. Это очень круто. Это очень круто. Всё, Британский Союз капитулирует скоро. 97%. Советский Союз готов на 46. Это, конечно, до хера. Но у него уже войск, наверное, не хватает. Сколько у него там? Один миллион осталось. Средских ресурсов. Пока что, в целом. Но мы тут хорошо так взяли. Территория у нас есть процент. 19% вклада. В целом это очень даже хорошо. Надо вот только расширять будет сейчас наступление наше. Волгоград. Тут к Екатеринбургу надо выходить. И заканчивать, скорее, со всем этим. Будет. Так, ну всё. Британский Союз капнула. Мы вышли тут уже на Кубань. Кубань уже освобождаем. Тут, в принципе, можно докачать ещё нашу армию в целом. Всё, вот это так. Всё, они вышли тут на Кавказ. Так, кто это? Калмыкия? Ну, попросить права на проход войск. А кто плоховато? Что у нас нету прохода войск? Ну, давай вот так вот растянем немножко фронт. На ЕКБ поставим. Будем пытаться захватывать его. Здесь. Так, таким вот образом. Всё, тут прорыв тоже тебе даём. Прокачиваем. Ну, тут я дальше прокачаю строительство. Тут станки. В принципе, можно бахнуть. Ну, а так очень всё очень и очень неплохо. Поэтому я думаю, что на этом мы сегодня закончим. У нас, в принципе, получилась довольно-таки неплохая серия. Неплохо тут мы всё захватили. Беларусь мы полностью контролируем под своим контролем. Так что вообще всё у нас замечательно. Осталось, короче, капитулировать только в Советский Союз. И всё, и закончится война с коммунарами, наконец-то. Но я не знаю, насколько он готов, если честно. Он готов-то только на 47%. Ещё нам до хера тут понадобится всё захватывать. Ладно, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. И знайте, что самое интересное ещё впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока.